Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас по-быстренькому прочитаю вопросы, на последние видеоролики обсудим их. Последние две темы это толстоногие сорта томатов и лунный календарь. Но если с лунным календарем все ясно, тут почти все, кто комментирует, говорят, что обходятся без календаря, когда есть время, когда есть настроение. А вот на теме толстоногие томаты там целая война у нас произошла. Опять не так сняла, там каким-то дамам не понравилось. Но мы сейчас все по порядку. Там и по теме толстоногие есть некоторые вопросы, на которые я хотела бы ответить. Потому что, понимаете, на каждый вопрос снимать видеоролик нет возможности. И у нас еще очень долго загружается. Я вот сегодня сняла два видеоролика, и они загружаются целый-целый день. А поступит когда новый вопрос? И уже снимать некогда. И вот я сейчас буду стараться больше вот в таких вопросах на ответы. Я потому что вечером ложусь спать, ставлю на загрузку. И всю ночь видеоролик этот загружается. Утром встаю, он уже загружен. Мне так удобнее, и вам будет хорошо. Вот сейчас пройдусь, конечно, еще по лунному календарю. Хотя здесь ничего нового никто не написал. Большинство ответов, ой, комментариев, что лунным календарем пользоваться мало кто пользуется. Но есть, конечно, люди, которые пользуются. Вот, Галина Никитина пишет, что один есть календарь дачника и цветовода Зараева. Он хороший. Остальные все желают мне им пользоваться. Но я пишу, что я обхожусь пока без лунного календаря. Правда, как-то сею каждый день и пересаживаю, и все. И еще, да, вот там ниже, когда я первый раз слышала, что есть еще какие-то собачьи и кошачьи дни, я вообще в шоке. Я всю жизнь провела в огороде и не знала, что есть такие дни. Я знаю, что есть женские дни. И вот одна зрительница тоже говорит, что с ума сойти, и кошачьи, и еще собачьи. Люди еще это соблюдают. Еще женские, и мужские. Если добавить лунный календарь, то, наверное, придется высчитывать постоянно. Некогда будет. Короче, вот правильно она говорит, что тогда до зимы мы дождемся. Так. Ну, тоже пишет Макс, что агроном еще СССР говорил, что раньше был просто сроки посевной, план, и кого только не кормили, на всех хватало. Все у нас росло. Вот Вера Тарабанова считает так же, как я, что просто немножко придерживаться. Вот именно я вот только полнолуние, новолуние, остальное у меня все айда вперед, сеем и пересаживаем. Можно купить десятки календарей, каждый будет с точностью наоборот Татьяны Беляниной. Я все пересчитывать не буду, потому что тенденция ясна. Многие без лунного календаря прекрасно огородничают. А вот Александр Баулин написал, советую присмотреться к собачьим дням, понедельник, вторник. Посеянная рассада в эти дни отлично растет, а кошачьи дни не стоят. Кошки вредные, рассада будет такой же. И вот Октябрина Лопухина пишет, первый раз слышу о собачьих и кошачьих. Я тоже никогда не слышала. Если кто-то слышал, кроме вот этого мужчины, если он не сам это придумал, напишите комментарий, что это за такие особенные дни, кошачьи и собачьи, что в кошачьи дни будет вредничать рассада. Ну вообще это какие-то уже сказочные легенды, уже какие-то. Вот тут про церковную, что сеять на Евдокию. Ну вот, короче, сколько я читаю. Ольга Раткевич пишет, это ахинея, лунный календарь, никогда не соблюдаю, вообще не было ни разу, и все прекрасно. И вот сколько бы я не прочитала, я сегодня сейчас пролистала, и вот опять советую присмотреться к собачьим дням, этот же Александр пишет. Он, может быть, свою какую-то придумал идею, какую-то новую, ну как, схему посадки по собачьим и кошачьим, но мне очень заинтересовало ни разу. И вот закончу тем, что Татьяна пишет, Татьянина, что я с языка сняла, любовь нужно вложить в растишки, и вот тогда действительно все будет хорошо. А еще вот интересный комментарий. Сажу, когда настроение, желание есть только не в четверг, он шервивый считается, тоже не слышала вообще. Ну с этими все ясно. Дальше вот пошли толстоногие томаты списком. Вчера я сняла, ну я вообще в шоке. Там из-за этого видеоролика пришлось двух дам вообще удалять, блокировать с канала, ну чтобы они не имели права писать комментарии такие. Я в шоке. Как на пустом месте, на простом, простом, совсем вот таком, как сказать, ну видеоролик простой. Спросили толстоногие томаты, какие списком покажите. Вот мой каталог, я показала. Это толстоногие, это не толстоногие, это нет. Потому что кто-то хочет узнать, какие толстоногие, а кто-то хочет узнать, какие толстоногие, а какие нетолстоногие, чтобы не ошибиться. И вот очень много комментариев. Сейчас дойдем до тех самых интересных. Есть много вопросов именно по сортам. Кто-то из зрителей добавил свои сорта толстоногих томатов. И это очень хорошо, я всегда говорю, что читайте вот эти комментарии к видео. Даже если вы не хотите свой какой-то написать, но хотя писать нужно, давать совет, ну как, делиться своей информацией. Даже если вы не хотите писать комментарий, но прочитать, вы можете найти там много интересного. Вот у меня такие толстоногие томаты, а некоторые назвали другие, которых я вообще не слышала. Я вот себе тоже выписала. Я хочу вот такой, вот такой, два сорта. Ну тут все испортили нам, конечно, те две дамы. Я не знаю, может они в паре работали. Вот смотрите, Людмила Лисовец пишет. Вот прочитаешь негатив и настроение портится. Очень неприятно читать. И я тоже. Они когда раз написали, два написали, три написали гадости. Я сегодня их блокирую. Одну вчера заблокировала, другую сегодня, наверное. И, ладно, кто-то просто написал. Вот, например, Виктор Савельевич Ананин, шеф, написал. Добрый вечер. Можно было бы как-то без да и нет. Покажите списком толстоногие томаты. Я ему написала. Ну, составляйте сами, если что-то... Он напишет дельный совет. Ну, а как, дельный совет, да. Если вас не устроил тот список, который я показала, можно самим доставить. А некоторые люди, вот кому этот видеоролик помог, они пишут, что я и не знала, думала и удивлялась, что в одной семье были и толстоногие, и вот такие вот тоненькие, убогие. И тут просят, что еще раз спросим и показать, рассказать про толстоногие томаты. Как я и говорила, что есть люди, которые вообще не знали, что есть вот разные. И тут же опять пишут, что это только от подкормок и от выращивания. Нет. Это характеристика сорта. Специально выведены толстоногие томаты для выращивания в регионах с проблемным климатом. Они неприхотливые. Они при подмерзании обрастают, не замерзают, как вот эти с тоненькими. Ну, короче, еще открыли для себя много людей, что есть у нас, например, толстоногие. Вот я когда говорила, что я думала, что все уже знают. А вот Таня Казамирчук спрашивает, ну почему все? Ведь много начинающих. Для меня, например, это новая информация. То есть люди этого не знали вообще. Хочу вот, Катюшка Пи, ответить на промонгольского карлика. Монгольский карлик, его можно на суперранние? Я уже говорила, повторю еще раз. На суперранние вы можете любой сорт, который раньше посеете, тот и будет у вас суперраним. И монгольский карлик подходит, потому что он сильно в рассаде не перерастает. Он и не толстоногий, но у него такое строение, что он стелющийся. Он вырастает 15-20 сантиметров и все. И начинает свои пасынки в разные стороны распускать. Ему надо ползти по земле. И вот этот сорт тоже. Я в прошлом году два в теплицу высаживала. Он поспел в числе первых. Его вполне можно на суперранний. Только надо определиться вам со сроком посева в соответствии со своим регионом. Вот спрашивают, любимый праздник и толстый Джек толстоногие или нет? Нет, они не толстоногие. Любимый праздник это вообще простой. А Джек толстый, он коренастый, а не толстоногий. Но в рассаде, я вот в прошлом году его выращивала для ранних посевов. В рассаде он все равно вытягивается. Хоть он и толще тех, которые совсем не толстоногие. Вот есть такие коренастые. Я вчера говорила, вот сибирский скороспелый такой. Тут толстый Джек такой же. Его тоненьким не назовешь, но это он к толстоногим не относится. Вот спрашивают, их высаживать в открытый грунт? Да, эти толстоногие, они специально выведены. Вот специально для открытого грунта. Но если для получения раннего урожая, раннего урожая их можно все-таки высадить, по несколько штук. Не массово, конечно, но в теплицу. А вот Ирина Сорокина новый сорт. Сердцеед малиновый, он штамбовый. И селекция мязиный. Вот это я даже не слышала про такой. И опять вот про толстого Джека толстоногий или нет. Толстый Джек не толстоногий. Госпожа удача толстоногая обязательно. Так. А вот Дану Томинакова комментарий написала, вот с которой все и началось. Она и спросила, именно по моему каталогу показать, какие там маты толстоногие, а какие нет. И когда я это сделала, я говорю, тут обрушился шквал. Почему я вместе с толстоногими показала не толстоногие? Толстоногие. Вот еще пишет Ольга Мандрова. Первый раз слышу про толстоногие. Значит, все-таки это видео принесло кому-то пользу. Теперь люди будут знать. И еще среди этих толстоногих их надо еще раз разделить. На штамбовые. На просто детерминатные. И на детерминатные, которые штамбовые. Ну вот пишут, не обращайте внимания на негатив. Вчера негатива все здесь начитались вообще. Так. Будем садить толстоножки. Сделайте еще раз на эту тему видео. Нормальное. Я люблю вас слушать. Но время еще есть. А так это не вы. Ну, наверное, это вы, Света. Вот смотрите. Кому нужны подробные описания этих сортов, подробные видео, вы смотрите прошлогодние видео, позапрошлогодние, летние, в огороде. Я толстоногих очень много описывала. А это просто меня попросили огласить список. Какие из моего каталога толстоногие. А вот этот меня заинтересовал. Еще один толстоногий Лилия Сорокина. Это розовая стелла. Я же собираю коллекцию толстоногих. Мне хочется, чтобы их было больше, больше и больше. Так. Вот опять. Можно просто зачитать толстоногих, и ролик был бы короче. А так сказано много лишнего. Но понимаете, кому-то это лишнее. Кому-то это вот нужно как воздух. Кто-то хочет это знать. Я могла бы зачитать просто толстоногих. А как тогда узнают, какие они толстоногие, тоже интересно. Но вы судите по себе. Вам нужно только толстоногих. А людям нужно вообще разделить на две части. Например, толстоногие и не толстоногие. Если много лишнего, я всегда советую. Но ищите мне немногословного, какого-нибудь автора, который просто выставит вам вот это фото списка. Вот, читайте. И закончится на этом видео. Я хочу рассказать все подробно. Так. Ну вот, видите, человек пишет, что ему пригодилась эта информация. Или она пишет, я в списке отметила толстоногие и не толстоногие. Так. Не лишний повторить. Не обращайте внимания на раздраженных, нервных людей. Их почему-то, чем ближе к весне, тем их больше и больше. Вот про мясистый сахаристый. Очень высокий, когда его сеять. Да, мясистый сахаристый, он индетерминантный, он высокий. Его надо сеять вместе с другими, если для теплицы, например, ну, в первой декаде марта, чтобы получить нормальный урожай. С другими, со всеми индетерминантными. Алекс, вот про этих, про толстоногих. Я еще их мохнатыми величаю. У меня только один такой, но зато какой. Еще и вкусный. Правда, название не знаю. Плохо, конечно, что их никак не отмечают производители. Вот опять про толстого джека. Так вот, в том-то и дело, что не отмечают производители этой сортовой характеристики. Хотя она, я считаю, что она из самых важных одна. Вот именно толстоногость вот эта вот, что они могут в таких суровых условиях выживать. Опять толстый джек Ольга спрашивает. Он ведь толстоногий. Он не толстоногий, он коренастый. Ну-ка, что ему? Другие ответили, что Ольге. Вот пишет Елена Батурова. Нет, он обычный. Я пишу, что он коренастый. А в рассаде он вытягивается. Это совсем другое. Это не толстоногие. И вот про томские. Светлана Хитцева спросила. Расскажите, пожалуйста, какие сорта секретных томских томатов у вас появились? Ну вот, когда меня на сайт-то не пустили, там только для жителей Томской области, я ответила, что у меня еще не все они подошли. Они были вот как двумя заказами, заказывали редкие отдельно. А эти коллекционные сорта отдельно. И вот я же не просто так их выписываю, а у меня вот зрительница, она их выписала на свое имя в Томск, она их получает, а мне пересылает. Вот секретными путями. Ну, томаты обыкновенные, коллекционные. Есть там редкие, есть написано какие-то редкие старинные сорта. Я, если честно, я их смотреть смотрела, но видеть все еще не видела. Они еще мне все не подошли. Я думаю, что к началу посевной подойдет. Когда я буду сеять, я буду немножко о них рассказывать. Она мне скинула и фотографии, и описания сортов. Все вот с сайта перекопировала. И я тоже как-нибудь сделаю копию. И вот Нина Мельникова. Очень интересный комментарий. Прошедшим летом выросли толстоногие демидов, просто дерево. Так они зацвели, и плодов не было. Как это не зацвели томаты? Я вообще впервые это слышу. И о другой комментарии сегодня читала, что какой красавец был демидов, а какой уже урожайный, а какой вкусный. Вот видите, как в разных руках по-разному ведут себя томаты. В разном, возможно, климате, возможно, разный состав грунта. Ну, чтоб не зацвел томат, этого я даже не видела ни разу и не слышала. Елена Кириленко спрашивает. Клуша все виды толстоногие? Да. Клуши у нас толстоногие. Ой, вот опять столько негатива. Суперклуша толстоногая. Да, толстоногая. Вот Татьяна Большакова пишет. Блокируйте всех негативщиков, а то настроение от них падает. Все просто и понятно. И действительно, вот когда зайдет такой человек, вот как говорится, накакает и уйдет, спокойно на другой канал, там дальше какать. А зрители мои, ну как, страдают от этого, никому неприятно слушать вот это вот. И вот Ксюша Шинк пишет, ну и путаница, очень тяжело воспринимать на слух. Я вообще не понимаю, что там тяжелого. Я вот даю советы всем, кому тяжело воспринимать на слух. Я вот написала и Ксюше, если тяжело воспринимать эту информацию, вы можете искать информацию в интернете и составлять свой список. Можно поднимать видеоролики, там комментарии людей читать, или просто выращивать томаты, наблюдать и записывать. Может быть вам так будет легче, лет за 5-6 в этот список составите. Если тяжело слушать готовый, можно сделать свой. А вот Александра пишет, с языка сняли, Ольга Павловна. Только хотела посоветовать недовольным постичь все это опытным путем, методом протоошибов, посмотреть, послушать. Посмотреть, раз послушать 12 минут, жалко. Зато на составление личного каталога уйдет всего нас всего несколько лет вперед. И это действительно, когда стараешься как-то сэкономить людям время, чтобы они не копались по интернету, чтобы они годами сами не испытывали, как я вот год из года отбирала, отбирала этих толстоногих. Я решила просто всем рассказать, какие толстоногие, которые, чтобы люди не ошиблись, знали, что посеяв этот сорт, это уже точно толстоногий. Ну, тут такой комментарий, когда тяжело воспринимать на слух. Ну, значит, в огороде, на цвет, на вкус, на запах нужно воспринимать, составлять свои списки. Я вот Александре ответила, никогда так грубо не отвечаю. Конечно, когда читаешь уж очень ужасные комментарии, хочется прям так сказать, но все равно стараюсь перевести на юмор. Но тут я не тому, не комментатору ответила, а вот Александре, что это точно так и хочется в сердце сказать. Ну, что вы, совсем тупые. Я показала конкретный список и читаю тот же комментарий. А где список? Я не знаю. Я в шоке вообще. Так, и вот пишет Ольга Беспалова. Спасибо. Я собралась сама по отдельным видео собирать списки крепких толстоногих для самых ранних посевов, но теперь время сэкономлю, проведу корректировку и некоторые сорта оставлю на вторую очередь. И обращайте внимание на некоторые комментарии. Действительно, все это делается для экономии времени, для того, чтобы вы побыстрее, в более короткие сроки все это освоили, все это составили в списке, знали, что это вот толстоногие, это вот такие, это просто кореностые. Людмила Борисова пишет, вот тоже хотела ответить на вопрос, купила преликюр, дата изготовления 14-й год выбросить. Вот у нас тоже, я же говорю, всегда покупаю просроченные, но я просроченные покупала на год. Например, в прошлом году, в 19-м покупала за 18-й, в 18-м за 17-й. Просрочка на 6 лет мне ни разу не попадалась сроком. Это просрочен он уже. А, нет, дата изготовления, он 3 года, 17-й, значит, у него 3 года всего просрочки. Я сразу говорю, что я такой сильно просроченный не испытывала, но все-таки почему-то мне вот внутренняя интуиция подсказывает, что выбрасывать его не нужно, что все-таки он работает. Потому что так же, как с семенами томатов, у нас указывают срок реализации такой, а срок, ну как способность в схожести, у них еще на 5 лет вперед. Потому что всегда уменьшают дату реализации, чтобы не было проблем с покупателями, чтобы претензий там не было. Короче, покупают только сильно-сильно свежий. Мне кажется, даже после окончания даты реализации он еще будет работать. Ну попробуйте. По крайней мере, вреда он точно не принесет. Если вы уж увидите, что он не работает, что начинается какое-то заболевание, ну другим препаратом можно потом дополнить. Так, вот есть загадка толстоногий сорт. Был в списке, но вроде не назвали. Я его не назвала, потому что у меня он почему-то нет толстоногий. Вот тут ей ответили, Тане, что загадка нет толстоногий. А одни говорят толстоногий, другие нет. И короче, они сошлись во мнении, что все-таки есть два сорта. Наверное, есть один толстоногий. Толстоногий так же бывает. А другой не толстоногий. Вот так же нынче, как с топтышкой. Один крупноплодный, другой мелкий толстоногий. Вот Лариса Иваницкая пишет, когда выхватишь ролик случайно, то может показаться болтовнёй. А если смотришь по порядку, да еще ждешь следующий, то, извините, слушаешь и все понимаешь. Не понял, еще раз послушал, записал. Правильно. И пишет, Ольга Несухова дает информацию, а разговаривает с нами. Вот я и говорю, что может быть некоторым людям непонятен стиль изложения, но опять же они наоборот говорят, что нужно там, это, а, да, им надо, наверное, суши и короче. И вот Людмила Дацкевич правильно пишет. Людмила, делитесь здесь, кто, может, кто-то еще свои сорта добавит. Сейчас столько сортов. Действительно, регионально мы очень разброшены. И у некоторых в нашем регионе, вот, например, топтышку я ни разу не видела. Когда мне прислали, оказалось еще один прекрасный толстоногий сорт. Вот такой прям, как я люблю. Так, 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 так. Вот тут сейчас Юрий Матошин пишет. Выращивал толстоножку, елочку. И из последнего назвал званый вечер, желтый, ни разу не выращивала, даже не слышала. И пингвин. 8 штук на квадратном метре не мешают друг другу. Полив минимальный. Очень красивый. Этих сортов я тоже не слышала и даже не видела в торговле. Так. А дубок для тоннелей подойдет? Я говорю, что я не пробовала, не выращивала, поэтому я сказать ничего не могу. Настенька, какой агрофирмы? Тоже ответила. Я еще для всех отвечу. Может, еще кого-то интересует. Я когда-то покупала Настеньку первую в белом пакете. Я даже не знаю, какой агрофирмы. Вообще какой-то маленький-маленький, может быть, какой-то спасущий частный. Сейчас появилась Настенька фирмы семена... А, сады... Ой, нет. Семена Алтая в прошлом году я видела Настеньку. И Демидова видела сады... Как называется? А, Сибирский сад. Но люди говорят, что вырастает не такой Демидов, как вот у меня. А что меленький и небольшой. Про сорт Супер Клуша забыли. Толстоногие не вытягивается. Да, вот мы про Клушу, про Супер Клушу уже дополнили, что она действительно тоже... Про такие томаты пишут. В рассаде не вытягивается. Хотелось бы увидеть ролик, в котором вы перечислили бы конкретно только толстоногие сорта. Я и перечислила конкретно толстоногие сорта. Ну, вот Галина пишет. Она и перечислила. Посмотрите ролик еще раз. Ну, это вообще... Ну, правда, что ли, это как... Снижается уровень IQ всего населения. Почему так много вопросов элементарных, когда список показали, перечислите еще раз, только толстоногие. Я там их все и перечислила. Людмила Дацкевич пишет. Сегодня еще раз посмотрела ваше видео, почитала комментарии. Знаете, накипело. Сколько невоспитанных негативщиков. Сейчас в Ютюбе столько каналов, где можно подчеркнуть нужную информацию, посмотреть видео на интересующую тему. Что я и делаю. Благо, пока время есть, летом некогда. Хотя я и не начинающий огородник. Есть свой огород, сад. В фаворитах у меня именно канал Ольги. Кому-то не нравятся заколовки, но я на протяжении двух лет смотрю канал. Ну, тут, короче... А, вот для меня еще новость. Кстати, в Одноклассниках, в одной группе был опрос, какие семь каналов самые популярные. Среди них был ваш канал. Я проголосовала за вас. Люда, спасибо. Я этого, конечно, ничего же не знаю. Потому что я не смотрю, не хожу. Мне некогда по другим каналам. И вот эти, когда дальше там у меня... Как она? Ой, я вам поставлю 100 дизлайков. Нашли кого чем испугать. Мне дизлайки, как мертвому припарка. Я даже не знаю, где их смотреть. Если уж пошло на то, что... Мне когда было 100 тысяч этих зрителей... Я даже кнопку серебряную, вот это, как считается, награда, награда блогерам, до сих пор не могу времени. И не знаю, как ее, где найти, куда подать заявку. Хотя мне там помогали некоторые ссылки, давали. Я посмотрела все это долго. Я все это бросила. Вы думаете, моя жизнь зависит от дизлайков? Ну, уж что, что. А дизлайки я не вижу, не слышу. Если честно, не знаю, где их показывают. Я работаю на ту аудиторию, которой это нужно, которой это необходимо. Вот кому-то этот видеоролик помог, и я рада. А если кому-то не помог, но я считаю, это их проблема, значит, они не захотели. Ну и вот я пишу тоже, что я верю, что добрых людей, конечно, больше. Я это знаю. И положительных комментариев очень много. И у меня, я вот написала, что есть даже такие, которые в прошлом году патетерапились, раскритиковали, в этом году пишут извинения, потому что погрузились, потому что поняли мой стиль изложения, поняли то, что я снимаю без подготовки, переснимать нет времени. И никогда у меня не будет вылизанных, таких вычищенных видеороликов со сценарием, с подготовкой. Вы понимаете, что такой видеоролик, наверное, надо один раз в неделю, а у меня если два-три в день. А я говорю, я как чуча. Я что вижу, то и рассказываю, что делаю, то и показываю. Они у меня, конечно, такие более естественные, жизненные, но в них и больше огрехов и ошибок. Я все это знаю, но ничего я уже переделывать не буду. Писать сценарии уж однозначно не буду заучивать. Так, замечательный комментарий, поддержка. Вот опять, как заказать семена Настенька. В этом году пока прием заказов я уже прекратила. Нам бы разослать сейчас вот эти, которые уже есть. А где список? Название ролика не соответствует содержанию. В каком смысле не соответствует? Если список показала, все рассказала. Ну, Татьяна Большакова пишет. Вы совсем, что ли, все рассказали? Какой вам еще список надо? Ну, остановите на паузу и запишите. Вот Людмила Лисовец посоветовала. Ой, это Людмила, как она? Керкасу, Черкасу. Черкас, наверное, Черкасу. Внимательно читайте. Название ролика. Толстоногие томаты списком. А по факту? Автор 12 минут рассаждает. Это да, да, это нет, нет. Так, конечно, рассуждаю. Я должна пояснить людям. Не просто сухой список предоставить. И, скорее всего, это даже, ну как, вам это и не нужно. Вы думаете, у людей есть время слушать ее ромашку? Да, да, нет, нет. Могла бы выписать и продиктовать нормально. Но список на мониторе вы не заметили. Зачем мне выписывать, если он уже там есть? Я вот, я вообще не понимаю. И вот этой Ольге... Ой, все. Ой, извините. Короче, я случайно не туда нажала. Все. Ну, короче, двух девушек, дам или женщин. Может, это старушки, я не знаю. Которые вчера так скандалили с моими зрителями. Которые зрители им делают замечания. Они начинают опять там негатив лить на них. Что вы ничего не понимаете. Мне пришлось их удалить. Хоть это и крайняя мера. Но придется прибегать к этим вот таким непопулярным мерам. Теперь всех, кто будет ругаться со зрителями своими. Кто будет писать вот этот негатив. Кто будет отравлять жизнь нашего сообщества. Буду всех блокировать. Никогда к этому не прибегала. Но теперь придется.